Будни танкового батальона 6-й отдельной механизированной бригады чаще всего проходят на полигоне. Штатная стрельба подразделений, ротно-тактические учения, батальонно-тактические, подготовка к международным учениям. Танкисты практически все время проводят в работе с бронированными машинами. Наладить с ней контакт, приручить и научиться управлять – дело непростое, ни одного дня. Но солдаты танкового батальона с этой задачей справляются быстро. Не в последнюю очередь благодаря тому, что батальоном руководит настоящий мастер. Сергей Кузнецов прошел путь от командира взвода до командира батальона, и теперь он признан лучшим. Недавно победил в соревнованиях командиров как раз танковых батальонов. Выдержав непростой экзамен, знание нормативов по основным предметам боевой подготовки, вождение, стрельбу, тактическую подготовку – на отлично. Он стал первым. Чтобы руководить таким подразделением, говорит Сергей, надо самому быть подкованным в этом деле. О том, каким должен быть танкист, он знает все. Тут самое главное – это тренированность личного встава. То есть то, что проводятся постоянно занятия по боевой подготовке. Экипажи совершенствуют свои действия при вооружении, то есть все доходит у них до автоматизма. И главная их задача – это выехать в указанную точку и с первого выстрела поразить цель. На штатных занятиях учатся стрелять, управлять боевой машиной, работать с целью. Словом, осваивают взаимодействие с тяжелой серьезной техникой. Например, для наводчика танка важны метки глаз и твердая рука. Именно он отвечает за четкость выстрела боевой машины. Все солдаты срочной службы танкового батальона проходят боевое крещение. И реку форсируют и отрабатывают занятия в реальных условиях. Служу я 9 месяцев. В танковом батальоне я уже 3 месяца. Коллектив у нас хороший, дружелюбный. Офицеры хорошие, понимающие. О том, насколько хорошо готовят в 6-й отдельной механизированной бригаде танкистов, говорят результаты выступления на танковом биатлоне. В этом году грудненским танкистам есть чем гордиться. Готовил их тоже Сергей Кузнецов. На танковом биатлоне принимал участие от батальона один танковый экипаж в полном составе и один офицер еще. Выступили достойно. Практически стопроцентное поражение цели. Последил, конечно. Но заслуга в первую очередь ихняя, потому что я только даю основу, а дальше они совершенствуют свою выучку. Танкисты – главная ударная сила и огневая мощь вооруженных сил Республики Беларусь. И даже свой профессиональный праздник они встретят на боевом посту, оставаясь на страже и в полной боевой готовности. Элла Табудила, Дмитрий Пастернак. Новости Гродно+.